Ярмарка словно праздник. Состоявшаяся в минувшую субботу распродажа сельскохозяйственной продукции в поселке Совхоз имени Ленина позволила жителям поселения не только пополнить запасы овощей и фруктов на зиму, но и предоставила возможность еще раз встретиться, пообщаться и поговорить. Сезонные ярмарки, которые проходят в поселке Совхоз имени Ленина четыре раза в год, весной и осенью, всегда собирают много желающих пополнить запасы продуктов, в основном овощей и фруктов. На сельскохозяйственную распродажу приезжают из столицы, из соседнего поселка Развилка, из Видного. Я вообще здесь первый раз на этой ярмарке, но я вижу, все организовано очень хорошо. Все так, прям ряды стоят, тележки есть. Прям, ну, замечательно, честное слово. С 22 автомашин велась торговля в минувшую субботу. Свою продукцию представили сельхозпредприятия подмосковного региона и соседних областей. К примеру, за рязанским мясом и колбасами выстроилась целая очередь. Продукция этого фермерского хозяйства уже давно известна жителям поселка. Каждую субботу они приезжают. Вообще, очень свежее, вкусное мясо. Ну и продукцию. И тут еще теперь они начали привозить нам колбаску, баловать колбаской. Постоянно здесь покупаем. Да, очень хорошее мясо, свежее. Осенние овощи приехали из Дашковки, а пока Воскресенский порадовал покупателей широким ассортиментом. Молоко и молочная продукция, мясо, свежие овощи. Большим спросом пользовались соленья, капуста, огурцы и помидоры. Секрет в особом способе бычковой засолки. Все очень вкусно. И картошка, и морковка. Особенно огурцы соленые, капуста. Всю день мы покупаем и едим. Но, конечно, больше всего продукции поставило местное сельхозпредприятие ЗАО «Совхоз» имени Ленина. К сожалению, продажа картофеля в одни руки была ограничена 100 килограммами. Связано это с неурожаем 2013 года. Весной были очень сильные дожди, и мы не вовремя посадили. А потом осенью, весь сентябрь шли ливневые дожди, и пять норм осадков выпало. Естественно, картофель мы выкопать не могли. Он начал гнить, потому что вода стояла такая, что чайки стали садиться на поле, думая, что это озеро. А в результате, конечно, тот картофель, который мы вырастили, а я думаю, что в поле порядка 3 тысяч, даже больше 3,5 тысяч тонн картофеля, весь этот картофель сгнил. Для того, чтобы не оставлять жителей поселения без картофеля, или, как его называют в народе, второго хлеба, было принято решение закупить овощ в Тамбовской области и реализовать по сниженной цене. Вообще, цены на сезонных ярмарках всегда отличаются от магазинных. Плюс еще идет некоторым предприятиям, я говорю некоторым, потому что зал Савкуслей от дотации отказалось, они не берут дотацию за ярмарку. Сафоновская, Воскресенская работают на дотацию, поэтому идет снижение цены на продукции, что позволяет, в общем-то, людям оказать какую-то помощь. Все продукты, которые есть на ярмарке, мы покупаем. Мы картофель, и лук, и морковку, и свеклу, и яблоки, и соки, и яйца. Как признаются сами жители, ярмарка для них не просто покупка нескольких килограммов овощей, а нечто большее. Все люди живут, и мы иногда даже в подъездах не видимся. А тут вот, чем отличается ярмарка от магазинов? В магазинах люди ходят и смотрят на прилавки, а на ярмарке люди ходят и смотрят друг на друга. Здороваются. То есть это некое состояние праздника. Хорошее настроение людям преклонного возраста создавали и спортсмены поселкового центра физкультуры, помогая отнести покупки до дома. Просто очень тяжело, видимо, все носить, поэтому вот мы помогаем. Спасибо, я уже знаю, что помогают. Спасибо вам всем. Татьяна Акимова, Алексей Лин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжение следует...